На прошлом шаге мы пробовали конволюционную сеть на датасете MNIST. Дело в том, что даже классические методы на этом датасете показывают довольно хорошие результаты в районе 98-99%. Давайте возьмем действительно сложный датасет, в котором классические методы не справляются. Есть такой датасет CFAR10, он состоит из картинок 32 на 32, это RGB картинки. Всего картинок у них 60 тысяч, 50 тысяч в трейне и 10 тысяч в валидации. Есть еще его увеличенная версия CFAR100, там 100 классов, но мы для простоты возьмем CFAR10. Обучим на нем наши сети, которые были в предыдущем шаге. Наш код практически не изменится, мы должны немного изменить загрузку датасета, потому что теперь у нас три канала в изображении. А во-вторых, у нас изменится сеть, потому что раньше нам приходили изображения 28 на 28, а теперь 32 на 32. Давайте загрузим этот датасет и посмотрим на него. Загрузить этот датасет точно так же, как и NIST, мы можем с помощью библиотеки TorchVision. Сформируем CFAR train и CFAR test. Нам нужно преобразовать эти датасеты в float tensor, если мы говорим о картинках, и в long tensor, если мы говорим о классах. Видим, что действительно разбивка совпадает с заявленной, 50 тысяч идет в train, 10 тысяч идет в тест. Если мы посмотрим на максимальные и минимальные значения в картинках, то окажется, что минимальное значение 0, а максимальное 255. Действительно, у них каждый пиксель кодируется значениями от 0 до 255 для каждого канала. С такими изображениями можно работать. Есть сети, которые действительно работают с такими данными, но мы для удобства отнормируем эти данные. Разделим каждый пиксель, каждое его значение на 255 и получим, что в наших картинках будет лежать значение от 0 до 1. Давайте так и сделаем. Разделим на 255. Кроме того, мы можем посмотреть на классы, действительно 10 классов и визуализировать. Действительно, видим картинки 32 на 32. Тут изображены 10 классов, метки сверху. Например, метка 9 отвечает за траки, то есть за грузовики. То есть у нас разметка правильная. Еще одна особенность этого датасета, как и у обычных картинок, кодируется в последней размерности. То есть у вас сначала идет высота картинки, ширина, а после этого уже цвет. Но PyTorch требует, чтобы канал шел на первом месте. То есть мы имеем вот сейчас четырехмерный тензор, количество картинок, высота, ширина и цвет. А PyTorch хочет количество картинок, количество цветов, ширина, высота. И теперь нам нужно реорганизовать размерность нашего тензора таким образом, чтобы цвет шел на втором месте. Как раз после количества картинок в датасете. Это делается с помощью метода permute. Вот здесь у нас permute с четырьмя аргументами. Первый аргумент 0 отвечает за количество картинок в нашем датасете. Мы не хотим, чтобы количество картинок в датасете поменяло позицию. Соответственно, тут стоит 0. Далее стоит число 3. Это значит, что на это место придет размерность, которая была под номером 3 в изначальном тензоре. То есть это будет количество каналов. Далее идет единичка, то есть на это место придет высота картинки. А дальше двойка, это значит на это место придет ширина картинки. У нас после выполнения вот этой операции у всего датасета будет shape 50000 3 на 32 на 32. То есть каналы будут идти перед размерностью изображения. Далее мы изменим нашу сеть LUNET таким образом, чтобы она принимала изображение 32 на 32, да еще и 3 канала на входе. Чтобы передать ей 3 канала, нужно в in-channels в первой же конволюции поставить троечку. Раньше у нас тут была единичка. А вот размерность 32 на 32 у нас получается из падинга. Как вы помните, в оригинальном LUNET была размерность 32 на 32. И там были нулевые падинги, то есть конволюции не выходили за изображение. Мы специально в LUNET для MNESTA это изменяли, чтобы у нас первая конволюция выходила за изображение. И после первой конволюции получается разрешение 28 на 28. А теперь мы наоборот хотим, чтобы падинга не было. И размерности 32 на 32 получалась размерность 28 на 28. Соответственно мы поставим падинг 0. Больше ничего не меняется. Процесс обучения не изменяется, он остался таким же, как и раньше.